В Южно-Сахалинске ведется набор детей по прыжкам в воду в новый центр «Волна». На день открытых дверей центра родители и будущие воспитанники познакомились с тренером-наставником. Им стал титулованный чемпион из Оренбургской области Сергей Назин. Он подробно рассказал про занятия, а также протестировал маленьких спортсменов. Подробности в сюжете Валерия Елисеева. Прыжки в воду ранее существовали на Сахалине. В то время отделение находилось в городском бассейне. Но, к сожалению, закрылось более 20 лет назад. Теперь зрелищный спорт вновь возродился в новом комплексе «Волна». На день открытых дверей пришли десятки родителей, чтобы записать своих детей именно в эту секцию. Я буду подтягиваться, а еще буду пресс качать, чтобы у меня уже были мышцы, как сейчас. Еще даже больше. Вот они биться. Нам как бы удобно, что здесь рядом с домом и новый центр такой построили. И тренер тоже молодой, перспективный, поэтому вот это стало плюсом для нас. Наставником для будущих воспитанников станет мастер спорта международного класса по прыжкам в воду Сергей Назин. Ради этого он переехал вместе с семьей на Сахалин из Оренбургской области. Титулованный чемпион провел экскурсию для родителей и рассказал, где и как будут проходить тренировки. Спортсмен, ты будущий спортсмен. Вот ты здесь рядом. Мы будем из тебя лепить будущего чемпиона. И ты, конечно, все вы будете хорошие спортсмены. 80% тренировок будут проходить на суше. Спортсмен провел тестирование детей, акцентируя внимание на растяжку, гибкость и физические данные. Ведь прыжок должен выглядеть не только эффектным трюком, но и быть эстетически красивым. Тренировки для зачисленных детей будут проходить в новом комплексе «Волна» на бюджетной основе. А те, кто не прошел испытания и побоялся высоты, может попробовать себя в другом отделении центра. Например, в плавании или в водном поле. Сегодня я набираю деток от 5 до 8 лет. Но 8 лет – это уже, так скажем, край. В 8 лет я возьму тех деток, которые уже где-то занимались, и у них есть желание попробовать себя в новом виде спорта. 5 лет – это, конечно, начальная группа. Мы будем с ними заниматься, наверное, 2-3 раза в неделю минимально. Со всеми остальными мы будем заниматься уже по полной программе, готовиться к новым успехам. Набор детей будет вестись до 31 октября. Все желающие могут записаться на тестирование на сайте школы.